Дмитрий Крикорьян Дмитрий Крикорьян Александр Кузяков рассказал о самых ярких моментах своего победного выступления. Это были самые тяжелые поединки, которые были в моей жизни, потому что к этим соревнованиям, к Олимпийским играм я подошел так ответственно, как ни к чему в жизни еще не подходил. Я делал все, что мог, чтобы справиться с волнением, чтобы быть в идеальной форме, физически натренированным. Пытался понять, что будут делать мои соперники против меня, анализировал все время свои поединки. Получилось все хорошо. Я очень счастлив, что справился. Радость от этой победы, она просто невероятная. Я сегодня самый счастливый человек и приношу благодарность своим землякам. Я благодарен за всю поддержку, за всю эту доброту и тепло, которые меня окружили, как мне помогли подготовиться, за то, что были со мной. А мячи – это нам вместе, вам, для вас. Спасибо вам. Александр Кузяков продемонстрировал потрясающую силу духа. Он одолел очень сильных соперников, в числе которых победитель предыдущих игр – бразилец Жованни Сильва Гессоне. В первую очередь, это индикатор сибирского характера. Наших ребят, девчат, которые занимаются сегодня спортом, и они ставят всегда цель достигать самых высот. И шесть паралимпийцев, которые принимали участие в Токио, четыре приехали с медалями. Это действительно хороший результат. То, что Минспорт сегодня активно поддержит и паралимпийцев, и других спортсменов, безусловно, да. Но я хочу подчеркнуть, не самый большой бюджет в сравнении с другими субъектами Российской Федерации. В первую очередь, это заслуга самих спортсменов. Вот это их воля к победе, сила духа и борьба до конца. Большой вклад в победу внес тренер спортсмена Валерий Пуртов. Опытный наставник верил в успех, но результат превзошел ожидания. Очень приятно возвращаться домой, когда хорошо выполнена работа. То, что в команде мы выиграем, я был уверен, потому что мы за пять лет не проиграли ни одной встречи этой команды. Это мощная команда. То, что лично я надеялся на медаль. Но тяжело планировать, какая медаль будет. Но оказалось, она самая высокая. Самая первая и самая дорогая наша медаль. По словам тренера, впереди новая работа. До следующей Паралимпиады три года. К ней будет готовиться Александр Кузюков и молодые спортсмены областного центра паралимпийской подготовки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин